Тяжело искать эмоции после изумительного сочетания, после высоких визитов. А изумительных и корнила. Вот тот бой, который хочет посмотреть. Внимание на ринг. Из зала Александру советует удержать руки повыше. Но имеет смысл, конечно, этот совет. Потому что по-прежнему низко опущена левая рука Александра. Это ему уже не раз служило плохой службой. Видно, что Константин более заряжен. Он так акцентирован. В общем, Александра право прямой бросил, попал четко в нос. Интересно, очень стойко у Константина такая размашистая. Ну, не широко, но при его мощи, в принципе, есть. На это все основания. Так я даже больше борцов сказал. О, оно ушло. О, о, о. Показательный хорошо, поэтому не сильно забыл. Что это было? Интересно в исполнении звукорежтора. Музыкальный подарок, видимо. Вот по голове бьют. С такими музыкальные подарки. И вот будет сейчас переводить в партер. Тот вопрос, который волнует многих, поскольку Саша в партере очевидное преимущество. Сейчас колено очень хорошо прошло Константина по селезенке Александру. Ого! Обратите внимание, как и гематома там уже наливается. Да, я, кстати, гаячок уже этот удар не заметил. И до колена. О, черт! Второй бросок. Да что такое-то? Александр с ним не рулась. Ого! Ого! Константина не привыкает зарубаться. Да. Здесь боксер, тайский боксер ударник. То есть тут, конечно, способный его сбить на строе. Но Александр это тоже тяжелейшие удары. Размер. То, чего ждали. Еще попытка по печени крючочка такого запустить. Ну, даже если Константина не планирует напланировать печенку, по крайней мере Александр опустит руки. И это откроет голову. Ну, это классика вообще. Классика, учитывая то, что он еще и на грамоте идет. Саша, в принципе, еще и учитывая то, что это хорошо уворачивается от кучных атак. Хотя насколько, насколько ему это сейчас выделено. Давайте посадим его пока. Встречу, да? Во-первых, это хорошо было Александра. Пока бои равными, как все. Сечко Александра. На правой брае. Да, да, да. Ну, не страшно пока. Три минуты первого раунда прошли. Раздыхание захватывает. Очень плотный бой. Встреча. Покажи мне по стойке все. А Александр не торопится переодить пасы. Может, дует, что всегда успеет? Все уже верно. Я думаю, Александр действительно неплохо боксирует. У него есть шансы закончить бой в стойке. Да, и смотрите, как всегда начинает промахиваться сейчас. Уходит обратно в высокую стойку. И... Александр вынуждает двигаться. И... Двигаться довольно много. Как думаете, Дмитрий дойдет до третьего раунда делом? Не значит... О-о-о... Думаю, что... Нет. Почему? Потому что. Потому что он был уже в первом раунде. Много пропустили и много попали. попали другой ключом перекрылся хорошо можно было через руку если попробовать упустил момент можно но александр здесь все возможности поскольку сотрудник слон не знает как работать партнер физической силы очень немаленько обладает но ему это не выгодно сделать а 3 секунды конца первого раунда из своей сети александр потихоньку 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 и зрелище будет продолжим 20 секунд до конца первого раунда тем интереснее сандр потирает глаз он кровь немножко заливает ну плотный очень плотно а Продолжение следует... 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 Ох, как устали. Все в крови. Да, с точки зрения функционала. Это все очень-очень непросто. Наелись, если оплитировать. И то-то другое. Кто ударов? Глаз закрылся вообще. Да, там щека распухла. Серьезно. Я не обратил внимания, по-моему, до боя уже было у Константина. До боя что-то да. Небольшая дематома была. Сейчас она возросла. Сейчас, если дематома не будет вверху от набрасывания, мне возрослый очень здорово. Оставляет ноги Константин, все правильно. Отталкивает, пытается выпался. Но Александр Тенделеев опытнее в паркове. Тут, конечно, один шанс у Константина, это зафиксировать Александра. Завязать, ждать какой-то настройки. Сам он не уйдет, я уверен. Сам он не сможет. Усталость, просто недостаток техники все-таки. Валтар и... Не думал, что все-таки в первом моменте все закончится нокаутом. Ставили с другой стороны. Но, тем не менее, такой бой показали. Вообще, сегодняшний турнир богат такими поединками. Ну, зубах, что называется. Хорошо, хорошо. Знаете, такие надо смотреть. Такие как раз и надо смотреть. Показывать. Сколько? Характерами. Характер? Не одними нокаутами. Не одними нокаутами, не одними балерами. Поговориться! И удушающими живая мума, как раз она жива в том числе и такими. Хоть никакой двух очень неуживших соперников, каждый из которых сдаваться не будет. Но здесь уже, по-моему, оба глаза заплывают и кровь заливает просто и мастеринка. Знаете, лучше пройдут за фрайли в этом году 2013-2014. И бойцы выглядят в соответствующем образе. Уже оба причем. И при всем при этом обратите внимание, Константин, он принял на себя уже очень много. Очень много ударов. Александр, понятно, и сам подустал, но бой он ведет. Ведет практически в одну калитку. И сейчас... Ну что, сейчас попытаемся задушить. Ну, наконец, задушить-то, скорее всего, нечего. Поним? Можно, конечно, рассчитывая на устала соперника. За 20 секунд, когда ты ведешь бой, ты не можешь тратить силы. Еще удар прям включается. Слышно. С таким хлопком. Все здорово. Ну, если сейчас каких-то чудес не произойдет, то... Александр Ремиленко единогласным решением. Единогласным решением Александр Ремиленко абсолютно верно. Здесь в отличие договоры. Время! Время, время, время. Знаете, очень любопытный бой. Очень любопытный поединок. И, знаете, Александр-то прибавил. Прибавил, прямо скажем. Очень достойное завершение сегодняшнего бойцовского вечера. И прибавил очень здорово. Во всех компонентах. И в первую очередь, конечно, чтобы такой бой показывать, надо... Чтобы с тренировочной дисциплиной было все в порядке. Но грех проигрывать, когда у тебя в углу стоит Федор Емельяненко. Ну-ка, да. При этом, ну, здесь экстраунда не может быть. За что отдавать? Потому что ты сейчас синий угол поднимаешься. Да нет, но... Там в первом раунде были... Что-то было. Да. А второй, третий за Александром. Прибавил, в первом раунде по-хорошему были разные. Ну, да. А вот именно действия, которые оцениваются... Чуть-чуть не хватило Константину для уверенной медработы, но... Чего-то в партере. С другой стороны, против Александра в партере, ну, что ты сделаешь? Ну, да. Трекратный чемпион мира по самбо. Ну, да. Наверное, что-то можно сделать тоже трекратный чемпион мира по самбо. Этот? Да, этот предел. Но Саша показал, что он на руках стал работать немножко поувереннее. По-прежнему много пропускал, но относительно много. Не было ударов, которые прям сбрасывали вниз. Хотя соперник против него стояло. Ой-ой-ой. Ждем судейское решение. Хороший бой, спасибо. Спасибо вам. Это так нестандартно. До объявления результата уже пошли посжимать руки в углы. Я думаю, здесь все довольно очевидно. Поэтому здесь остается достаться именно только официозов, после чего... И чемпионат России, первый в истории. По смешным боевам единоборства. И очередной челлендж. В 3-й. Победа одержал. Победа одержал. Спортсмен из России. Победа одержал. Победа от Саши. Победа... Ну и и этим... Александр Емельяненко Наши поздравления, наши аплодисменты. Всей команде Александра Емельяненко. Здравствуйте, хочу поблагодарить своего брата Федора, это он меня привел в этот спор, спасибо Вадиму, помогает мне выступать в боях, спасибо моему директору Ирине, другу Володе, и, конечно же, моему тренеру Мишку Валю Владимировичу, который готовит в боях, спасибо вам. Гайд, отключите за ушей, мы еще в эфире. Наше поздравление, Саша, с очередной яркой победой, спасибо. Кто переговаривается про шаблова по 25 секунд, отключите нахрен за ушей. Уважаемые поклонники смешных геноборств, в 14 ноября в Санкт-Петербурге в столице смешных геноборств пройдет чемпионат Европы по смешным геноборствам и юбилейный турнир М1-6-6-6-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Продолжение следует... Продолжение следует...